Музыка Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Музыка Анжелика Кондратович из Донецка в Самарскую область переехала в феврале. Первое время жила одна с тремя детьми. Старший сын быстро стал взрослым и поддерживал мать. Сейчас в ПВР перебрались и сестра с ребенком. На родине остались мужья, которые защищают территорию. Говорят, время лечит. Прошло полгода, но Екатерина Михайловна не может забыть то, что было. Как сидели в подвале, как боялись своих же соотечественников. В СУ расположились в соседних домах. За происходящим на улице с ужасом наблюдали в маленькое окошко. Молились и верили. Скоро все изменится. 20 марта в этот район Мариуполя пришла российская армия. Я увидела в эту дырочку, я поняла, что это наши. И я сказала, у нас мужчины там были, откройте, это наши. Они боялись открывать, украинцы били к нам. Я почувствовала, как облегчение. Я такая рада была, что выскочила, взяла одну сумку. Как у нас некоторые молчат. А я думаю, я скажу хоть одну. Ну скажу, как есть. Вот как мы жили там. И все боялись. Они только-только избавляются от привычки бояться. Даже психологи говорят, за 21 день формируется любой навык. У них на это было 8 лет. Они очень устали. Это читается даже по глазам. Ну вот мы за 8 лет к этому привыкли. Многие этого не понимают. Для нас это норма. Ты встал утром в 7 часов утра, ага, стреляют. Значит, мы подождаем. Ага, где-то близко стреляют, значит, надо пересидеть. Ага. Где-то далеко стреляют, значит, можно выходить и идти на работу. И все. Мы к этому привыкли. Для нас это нормально. Для вас, ну вот вы вышли утром, вы пошли. Для вас гром, молния, это нормально. А для нас град, который летит над вашим домом, это нормально. И дети наши, большинство, ну привыкли. Какой выбор сделать на референдуме, у людей даже сомнений не было. Для эвакуированных в Самарской области подготовили участки для голосования. Да мы этого ждали. Мы только этого и хотели. Понимаете, это самое счастливое время будет. То, что я уже прожила, то, что детям, внукам, у меня и правнук уже есть. Они хоть будут жить счастливо и радостно. Понимаете, это самое важное. Мы, что все живем для детей, для внуков, для наследников, для поколений. Мы это прожили, мы были в Советском Союзе, мы это видели, мы это знали, как это хорошо. А теперь они пусть узнают, как это. Потому что они этого не видели. А почему не с Украиной? Там нету. Там будущего нету ни у кого. Ни у кого нет будущего. О том, как на Украине строили будущее, можно судить по Снежному Донецкой Народной Республике. С муниципалитетом наш регион подписал соглашение о сотрудничестве. На месте Дмитрий Азаров узнал у жителей, какие вопросы необходимо решить в первую очередь. Восстанавливают водоснабжение, дороги, больницы. Разруха тут не от боевых столкновений. Разгар был в 2014 году. Территорию просто не развивали десятилетиями. Самарская область уже привела в порядок пять образовательных учреждений. Марина Крайнева, мать первоклашки, рассказывает, что школа за это лето обновилась так, как не менялась последние 30 лет. Происходят ремонтные работы у нас в городе. Дороги, школы. Некоторые школы ремонтируются капитально, меняется все, начиная от окон, фасадов и заканчивая мебелью, техникой и всем остальным. Ну, проведена большая работа. Мы ощущаем ту поддержку и помощь, которую оказывает нам именно Самарская область. Действительно, эта поддержка, вот впервые, ну, наверное, с того момента, как я переступила вообще порог любой школы, мы такой поддержки, как в этом году, мы вообще не чувствовали. Фамилия? Ледоводчик Ковцев. Размер ноги у вас 41-42. На гражданке я был депутатом. Родина – это моя семья, прежде всего, мои близкие. Мать, жена, дети и родственники. Хочу пожелать нашим сослуживцам, соотечественникам, что это наша Родина, мы должны ее защищать. Я работал в мобилизационной группе Министерства транспорта, автомобильных дорог. Получил повестку, звонок, первый получил звонок военкомата, прибыль военкомат. Прибыл военкомат, получил повестку, был мобилизован. Каждый мужчина нашей России – это воин. А воины должны защищать свою Родину. Так же, как русские, нет такой национальности. Это в состоянии души. В рамках частичной мобилизации в России призовут порядка 300 тысяч человек. Это граждане, состоящие в запасе, преимущественно те, кто относительно недавно проходил службу в армии, имеют необходимую военно-учетную специальность и соответствующий опыт. Срочников и студентов мобилизация не коснется. За этим глава государства поручил следить внимательно. И в случае, если призвали тех, кому полагается отсрочка, исправить ошибку. Ну, например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призванного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить. Вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основание. Для оперативной отработки вопросов, которые поступают от жителей в связи с частичной мобилизацией, в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова создали рабочую группу. В нее вошли представители регионального правительства, военного комиссариата и общественники. Часть мобилизованных предварительно появилась возможность вернуть домой, потому что количество людей, которые откликнулись и пошли как добровольцы, было очень значительным. Мы, конечно, сегодня внимательно вместе с военнослужащими, с командирами смотрим за тем, чтобы создать все необходимые условия для того, чтобы эта подготовка прошла наиболее эффективно. Для того, чтобы каждый наш защитник вернулся в свой родной дом, в свою семью. Все для этого сделаем. В свой родной дом очень надеется вернуться и вынужденная переселенция. Именно поэтому во время подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России у людей на глазах слезы. Это то, чего они так ждали. Это то, во что они так верили. Верили, что это произойдет? Ну, конечно. Я сама-то русская, с Россией вы. Почему плачете? От радости. Что про нее как волнение не будет ничего. Старость дошивать. Нормально. Словик. У меня ребенок первое время на ваш салют говорил, мама, это что, стреляют? И только сейчас, через месяц, привык, что это не стреляют, а просто это салют. Как бы, ну, там жизни сейчас, грубо говоря, нет. Все надеются, что там начнется жизнь. Люди начнут жить нормально. Все очень верили во Владимира Владимировича, что он защитит народ, который в него верит. Очень в него верят. Мы молимся. У нас тут тоже есть и храм. У них храм, к нам сюда приезжают. Батюшка, мы молимся. Мы ходим, молимся за всех. За всех, кто в Донецке воюет, за тех, кто сейчас здесь призывают во всех областях. Это, ну, есть вера, надежда и любовь. Нужно верить, надеяться и любить. Своих не бросают. По поручению губернатора, мобилизованных в Самарской области обеспечат экипировкой. Такая работа за счет средств из резервного фонда уже идет. Комплект необходимых предметов, перечень согласован с армией, получит каждый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова